Кишечно-полосные В одних мы с первого взгляда признаем животных В других биение активной жизни обнаружишь не сразу Не правда ли? Кажется, что морское дно усеяно какими-то невиданными причудливыми растениями Однако это не растения Это животные Да-да, животные И эти маленькие деревца И кустики И камушки И цветочные клумбы Все это кишечно-полосные Давайте познакомимся поближе с этими интересными животными В прудах И тихих речных заводях Там, где растут белые кувшинки На листьях растений можно обнаружить крохотные комочки Это гидра Устроена она весьма просто И может послужить своеобразной моделью для изучения других кишечно-полосных По форме тело гидры напоминает продолговатый мешочек На одном конце ротовое отверстие Которое окружено щупальцами А на другом Подошва Ротовое отверстие ведет во внутреннюю полость Единственную в теле гидру Полость эта Кишечная И заходит она в щупальц Посмотрите Щупальцы гидры Точно лучи Расходятся в разные стороны Такое расположение органов Называют лучевой симметрией Оно позволяет животному контактировать с окружающей средой Со всех сторон Позволяет своевременно реагировать на приближение добычи Или врага Стенки тела гидры состоят из двух слоев клеток Наружного Его называют эктодермой И внутреннего Эндодермы Клетки внутреннего слоя крупные Они обеспечивают переваривание пищи В наружном слое клетки помельче Сокращение кожно-мускульных клеток Обеспечивает движение животного А это Нервные клетки Они воспринимают раздражение И передают возбуждение другим клеткам Есть у гидры и особые клетки Стрекательные Внутри каждой Стрекательная капсула А в ней Свернутая в спираль полая нить На поверхности стрекательной клетки Расположен особый чувствительный волосок Малейшее раздражение Стремительно выстреливает стрекательная нить И по внутреннему канальцу Стремляется ядовитое вещество Парализующее жертву Давайте понаблюдаем Как это происходит в натуре Как охотится наша гидра Вот она распустила свои щупальца Караулит добыча Она ведь хищник И питается дафниями И другими мелкими беспозвоночными животными Дафния Неосторожно коснулась щупалец гидры Готово Стрекательные клетки сделали свое дело Добыча крупная Гораздо крупнее охотника Но это не останавливает гидру Она медленно втягивает ее В себя через ротовое отверстие Переваривание длится около часа А неусвоенные остатки пищи Будут выброшены Все через то же ротовое отверстие Как и все живые организмы Гидра размножается Дело в том, что размножаться Она может и бесполым И половым путем Бесполый Почкование происходит, как правило, летом На поверхности тела материнского организма Образуется бугород Почка развивается И вскоре становится похожей на настоящую гидру Проходит время И дочерняя гидра Отделяется от материнской Осенью гидра Гидра обычно размножается половым путем У нее различают два вида половых клеток Женские и мужские Женские яйцеклетки Развиваются в нижней части тела Обратите внимание Будущий многоклеточный организм Возникает из одной клетки А вот подвижные мужские клетки Сперматозоиды Только один из них проникает в яйцеклетку Происходит оплодотворение Образуется яйцо Оплодотворенное яйцо Начинает дробиться Пройдет время И вот оно уже на дне водоема Наступает зима Яйцо ждет своего часа И как только потеплеет Из него разовьется Маленькая гидра Есть у гидры одно чудесное свойство Регенерация В чем же оно заключается? В способности восстанавливать Утраченные части тела Если разрезать гидру на кусочки То вот что произойдет Через несколько дней Какие законы управляют Процессом восстановления И почему на переднем конце Вырастают обязательно щупальца А на заднем стебелек На эти вопросы Наука пока не знает ответа Знаменитый ученый 18 века Абрам Трамбле Обнаруживший это удивительное свойство гидры Обессмертил свое имя Медуза Она как и гидра Принадлежит кишечнополосным Хотя сходства не обнаружишь С первого взгляда Похоже медуза на зонтик Или перевернутый колокол Тело у большинства медуз прозрачное Такое строение позволяет им Как бы парить в воде Что же роднит Медузу и гидру Строение Та же лучевая симметрия Такое же отсутствие скелета Стенки тела Как и у гидры Состоят из двух слоев клеток Между которыми Располагается прозрачное Студенистое вещество Мезоглея И отверстие единственное Ротовое Ведущее в кишечную полость Истрекательные клетки А вот нервная система Сконцентрированная в виде двух колец Развита гораздо лучше Чем у гидры Это связано с более сложным поведением Медузы Хорошо ориентируясь в пространстве Она свободно перемещается И может проплывать десятки километров Как видим Движение медузы состоит из ряда Прерывистых толчков Колокол ее При этом сильно сокращается Вода Попавшая в него Выбрасывается А сила обратного толчка Движет медузу вперед Так что ее недаром называют Живым реактивным двигателем Обитают медузы И в северных широтах И в южных Медуза Медуза как гидра Хищник Причем Это хищник Прожорливый Так Большая медуза Цианея Что обитает В наших северных морях Съедает за свою жизнь Тысячи рыбных личинок А вот маленькая медуза Крестовичок Она очень ядовита И ожог ее бывает Смертельным для человека Другой вид кишечно-полосных Актиния Живут актинии В теплых и холодных морях Встречаются В прибрежной полосе И на больших глубинах В зависимости от среды обитания И условий жизни Актинии очень различны По внешнему виду Не правда ли Актиния совсем не похожа на гидру Да и на медузу тоже Однако Это лишь внешнее отличие Та же лучевая симметрия Двуслойность Стрекательные клетки Актинии Одни из самых живописных Морских существ Недаром их называют Морскими гвоздиками Или Морскими Анимонами Однако Эти гвоздики И анимоны Прожорливые хищники Зазевалась Неосторожная рыбка Из цепких Объятий Актинии Ей уже не вырваться В основном Актиния ведет Сидячий образ жизни Но способны перемещаться Правда медленно Еще медленнее Чем улитка Но прикрепившись к раковине В которой живет рак-отшельник Она переезжает быстрее И со всеми удобствами Защищая рака Своими обжигающими щупальцами Такое содружество Называется симбиозом Живут Актинии долго И даже в неволе Могут просуществовать Многие десятки лет Сказочный Фантастически прекрасный Мир кораллов Причудливая форма И диковинная краска Их поражает Ни один художник Ни один скульптор Не мог бы создать Такое великолепие Быть может Вы раньше думали Что коралл Это драгоценный камень Нет Кораллы Это морские животные И они тоже Принадлежат К типу Кишечнополостных Но что же общего У них с гидрой Или водянистой Скользкой медузой Вглядитесь-ка Повнимательнее Коралловый полип Напоминает гидру Только устроен Значительно сложнее Еще больше Напоминает он Актинию Но есть и отличия Большинство кораллов Имеет известковый скелет Он бывает внутренним Бывает и наружным В этом случае Коралл как бы Насажен на скелет Мягкие ткани подошвы Плотно облегают Выступающие части скелета Большинство коралловых полипов Живет не поодиночке А колония В такой колонии Боковые стороны подошв Отдельных полипов Соединены между собой Сплошной покров Соединены и кишечные полости Поэтому если один из полипов Получает пищу То часть ее попадает И к остальным На нижней поверхности Подошвы полипа Постоянно выделяется известь Так образуется скелет Живая ткань колонии Всего лишь тонкая пленка Если ее удалить Обнаружится известковый скелет Выработанный множеством Поколений полипа Образуется колония Путем почкования Растут колонии Надстраивается Известковый скелет Отдельные полипы погибают А на их месте Возникают другие Но каждое поколение Оставляет о себе память Увеличенный скелет Поверх которого Продолжают расти И почковаться Живые кораллы Разрастаясь Колонии нагромождаются Одна над другой Так Образуются коралловые отмели И рифы Твердый скелет Позволяет кораллам Жить в полосе прибоя И выдерживать Сильные удары волны Коралловые рифы Тянутся вдоль берегов Тропических морей На десятки А подчас и сотни километров Нередко образуя Коралловые острова Настоящие оазисы Поросшие буйной Тропической растительности Коралловый риф Это особый мир Фантастический И прекрасный Место обитания Самых различных Морских организмов Вот на дне Лежат галатуре Или морские огурцы Как их еще называют Смотрите В них Как в домиках Прячутся от врагов Боязливые рыбки А это тоже галатуре Только другой вид Совсем не похож Двустворчатый моллюск Голожаберный моллюск У него нет раковины Сколько чарующего Таинственного Завораживающего Сколько красоты И грациевых движений Живут в коралловых рифах И многочисленные стаи Разноцветных коралловых рыбок Которые более нигде не встречаются С кораллами связана Вся их жизнь Здесь В океане Идет своя Потаенная от нас Но исполненная Высшей логики Логики развития Природы Жизнь Проходят годы Века Сменяются тысячелетия Жизнь течет Подчиняясь Великому закону Эволюции Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова